Следующий гость, политический психолог Олег Хомяк. Олег, здравствуйте! Вот вы как политический психолог можете нам помочь. Это не один раз мы уже говорили о том, что хочется понять психологию... Мы понимаем, что люди во время войны, они в экстремальной ситуации. Это не обычный статус-кво, это не обычные эмоции, это не обычная реакция на раздражителя. Но психология лжи и желание быть обманутым — это то, что всё время мы обговариваем с нашими гостями. Вот сколько человек может знать, что ему лгут, причём на крови, на смертях, на войне, и при этом он психологически будет чувствовать себя комфортно и молчать, хорошо зная, что его обманывают? Сколько такое может продолжаться? И как массово? Бесконечно. Если вспомните Советский Союз, это десятилетиями. То есть это люди, когда выстроились, встроились в систему и подстроились под правила. Правила вот такие. Ты хорошо живёшь, если не реагируешь на некоторые вещи, ты сам знаешь на какие. Если не трогаешь, всё в порядке, тебя не трогают. Это не большая плата за твою спокойную жизнь. Всё. Да, но плата-то возрастает. Вот смотрите, следующее тело движения правительства и режима российского, они перевели огромное количество людей фактически на рабский труд. То есть нововведение законодательно уже ввели, что вам нельзя в отпуск. А если вы будете в отпуске, вас отозвут, и вы будете работать в оборонке, вы будете работать на 4 часа больше, вы будете иметь ровно выходных сколько недель, то есть 3 или 4 выходных в месяц. Ну то есть такое наступление, об этом не договаривались негласно режим и граждане. Да, я об этом не говорю, на это не реагирую, вы за это меня не трогаете. Ну а теперь со всех сторон обгладывает даже ту зону комфорта, которая была. Вот на чём режим может надломать зубки? Ну смотрите, тут же вся эта ситуация поддерживается нагнетанием, ну то есть то, что идёт война, они-то понимают, что идёт война, и война не с Украиной для них, а со всем миром. И они знают, что они поддержали эту войну, то есть они знают, что они уже там. То есть по сути, если в Советском Союзе, в позднем Советском Союзе, такие бы ограничения вводили, это привело бы к нехорошим последствиям. А в России эти ограничения людьми будут восприниматься как адекватными, той ситуацией, в которой оказалась страна. Ну война, они ведут войну. Поэтому они будут терпеть это, надломом будет только то, что произойдёт военное поражение. Ну например, если Херсон будет освобождён, то это уже очень сложно будет объяснить. И вот это может очень сильно подорвать, ради чего такие жертвы. А сейчас пока можно потерпеть, потому что вот ещё-ещё и наши победят там, да, то есть и всё. Поэтому терпеть ещё могут, будут, и очень сильно ударит, конечно, военное поражение. А экономические, какие вещи для, могут, ну хотя бы вывести людей на улицы, как это было, вот как вы вспомнили в позднем Совке, да, было же много не политических, а именно социально-экономических выходов на улицу, людей, которые уже не хотели чего-то терпеть. Да, в основном это было, конечно, советской экономикой и дефицитом в первую очередь повязано. А вот здесь, какие экономические посылы могут вывести людей против режима на улицу? Ну, резкое ухудшение качества жизни, но при этом, смотрите, если будут победы, то люди будут терпеть какое-то время. Если этого побед не будет, то это, конечно, может превратиться в такое очень недовольство. Но учитывая то, что в России, как бы этот силовой режим, да, народ достаточно запуган, то, скорее всего, это вот это недовольство, оно в какой-то там момент, ну, вырвется через очень жесткие бунты, жесткие какие-то противостояния. Это же не может быть мирным в России. То есть там власть продемонстрировала, что они готовы реагировать очень жестко и однозначно. И спрогнозировать, как это произойдет и как быстро потом все будет разворачиваться, практически нереально. То есть, ну, это может происходить внезапно, быстро и, как бы, то есть массово по всей стране. Может тянуться долго. Но, судя по логике, в которую попала Россия, они туда попадут. Вернее, к этому результату они туда придут. Да, Олег, вы фактически цитируете классика, да, бессмысленный и беспощадный. Но вот смотрите, я уже вспоминал, как Путин 22 года врал о федеральной программе, государственной программе «Ветхое жилье». Вот, вспомнили мы с Виктором Корбом, как в его родном Омске дом обвалился просто на глазах жителей. А вот Путин решил сделать вид, что на 22-м году своего правления он увидел бедность. Вот давайте немножко лживых эмоций из выступления Путина. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных вот с этими моногородами, и другая проблема, это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать, ничего. Надо заниматься самыми острыми проблемами. Оказывается, тотальный алкоголизм и бедность впервые увидел Путин и сказал, что под ковер не надо прятать. Вот, ну мы же понимаем, что война и санкции, оно же туда и движется, да? Когда и так нежирно живут люди в регионах, бедные, злые, а тут дома валятся, тут еще хуже будет. Вот просто психология, когда уже дальше терпеть нельзя, а на бухло уже денег нет, это будет психология выйти на улицу, побить соседа, дать в морду местной власти, или все-таки понять, что, кажется, это режим из центра сделал? Ну, скорее, это будут такие бунты, потому что все-таки Путин защищен, ну, условно говоря, защищен в народном восприятии, как бы таким, он символ России, величия России. Если поднять руку на Путина, это значит, все, потеряна вера в Россию. В России, скорее, сработает модель «хороший царь, плохие бояре». Ну, то есть местная власть какая-то, вот они что-то не то делают, там Путин выступит и заявит, что я же вам говорил, а вы не сделали там, да? То есть, скорее, это будет на местном уровне, но если это начнется, то оно же по всей стране постепенно, это же, ну, деградация, то есть государство. Кстати, вот то, что вы показали, там, алкоголизация, проблемы, вы знаете, то есть вспоминается эпоха распада Советского Союза, помните, там начиналось тоже с чего, с борьбой с водкой. Но кто же не помнит дедушку Андропова с его антиалкогольной программой? Ну, ничего же не дало. Дело в том, что я когда-то давно еще, в студенческие времена, был на материалах конференции политических психологов, и там одна из статей была посвящена тому, как введение запрета на алкоголь влияло на политическую ситуацию в Российской империи. И, значит, запрет на алкоголь вводился три раза в России. Первый раз, ну, там какие-то ограничения жесткие, 1859-й, по-моему, потом отмена крепостного права и на родовольцы. Потом 1916-й, 14-й, во время войны, это закончилось развалом Российской империи, в 1984-м году. Поэтому, когда Путин решает заняться алкоголизацией, это, на самом деле, такой опасный шаг, потому что люди решают алкоголь, а это дурман. Если дурманы решают, то эта дурь начинает куда-то вылазить. Заканчивается исторически для России, это всегда плохо. Да, по-моему, он же не говорит о запрете, там, монополька, там, и все остальное, да? Он же просто делает вид, что любит бедный народ и очень о нем печется. Вот просто простые люди, которые могут просто сказать, так, стоп, но это он уже нам говорил 10 лет назад, ой, да не, 15. И 20 лет назад он нам это говорил. Вот такая психология, она когда... Там же нет критического мышления. Там же нет критического мышления. 15 лет пропаганды, там, ну, как минимум 15, да, если берем, там, с Мюнхенской речи, то люди уже выстроены в режиме, есть тексты, как бы, великого, могучего, там, есть реальная жизнь, и вот, как бы, есть величие России, этим путем занимаются... Вот, ну, смотрите, вы же правильные... Да, вы нам же правильные вещи говорите. Вот есть пропаганда, а есть реальная жизнь. В реальной жизни, вот, дом обрушился, вот, на бухло у них начало не хватать, а вот еще и на лекарства... Это же не Путин, это местное, вот, как бы, я сейчас становлюсь в позицию какого-нибудь россиян, так это не Путин, Путин молодец, это вот эта вот местная власть мерзавцы. Ну, и Путин выступит и скажет, что же вы мерзавцы там не сделали, и все. То есть на каком-то периоде ему хватит сил там на это, да, то есть, но в любом случае это ведет к потере доверия, сначала к местной власти, потом дальше. Да, ну, тут же возникает нормальный вопрос, при чем здесь местная власть, если, например, это вопрос жизни и смерти, и это не война, это не тот вариант, что я поехал воевать. Например, я пошел в аптеку, и у меня нет лекарства, а от него зависит моя жизнь, и его нет не только у меня в городе, в поселке, его нет по всей Российской Федерации, оно всюду, ну, вот, уже есть даже целые специальные логистические графики, как люди эти лекарства из-за рубежа втридорого достают, да, маршруты, откуда они, вот, идут, мы даже показываем, вот это. А это уже вопрос своего здоровья, to be or not to be, жить или не жить, да, и тут на местную власть отсутствие возможности свое здоровье и жизнь защитить лекарством, не припишешь, вот в таких вопросах, вот в таких вопросах, как отвечает гражданин? Ну, смотри, они перестраиваются, они перестраиваются в режим военного времени, то есть, недовольство будет нарастать, но они, как бы, понимают, что, как эта книга Леонтьева же была, одного из пропагандистов, «Осажденная крепость», Россия осажденных, для них это, как бы, такая модель понятная, другое дело, что это, в конце концов, тоже не может быть долговечным, то есть, ситуация же будет ухудшаться, 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 и, естественно, это начнет прорываться, но, в принципе, в начальный этап, вот, я думаю, что это не будет каким-то таким быстрым, ярким возмущением вот сейчас, оно будет понарастающе идти, что они привыкли терпеть, они знают, что, начало, там, весь мир их окружает, там, Соединенные Штаты, короче, вот, как бы, все, они переключились в войну, постепенно, это тоже надлом, потому что они же изначально рассчитывали, то есть, общее настроение было все очень быстро решим, а тут оказывается все в долгу, это уже надлом, а дальше будет этот надлом, когда ничего не происходит хорошего, все ухудшается, и вот там начнутся тогда проблемы, и Путин должен быть каким-то силовым способом это решать, и вот, насколько это решится, как это решится, то есть, тут, во всех этих кризисных ситуациях очень сложно спрогнозировать, каким образом пойдет, видно, что к развалу идет, но как? Ну, развал имеется политическая система, экономическая? Ну, легко бросать параллели исторические, там, ура, вперед за Россию, за императора, я имею ввиду участие в первой, а у нас не работает, нет, в первой мировой, а оно закончилось потом февральской революцией, да? То есть, был какой-то момент, когда эти настроения все переломались, и это было только связано с потерями на фронтах первой мировой, или почему-то по-другому? Вот вы когда-то анализировали это как психолог? Смотрите, первая мировая война начиналась с тотального воодушевления всех воюющих сторон. Все рассчитывали там, два-три месяца, и мы все победим. На этом энтузиазме все включались, а потом оказывается вот эти долгие затяжные войны, позиционные, падает уровень жизни, люди гибнут, и непонятно почему, теряется доверие к России, к императору, и так далее. Начинает все валиться. Если мы берем сегодняшнюю войну, которую развязала Россия, то она же еще отличается чем? Если в 2014 году все массово готовы были идти воевать, то ведь сегодняшние же россияне массово готовы на диване лайкать, но не готовы идти. Вот смотрите, ситуация, она достаточно странная, если встанем на позицию россиян, ударили, украинская армия ударила по Крыму, это для нас, как бы украинцев, это Украина оккупированная, для россиян это Крым, и ни одного слова возмущения. Они это все попытались замазать, как будто бы это что-то там покурили неправильно. Хотя, если я Путин, да, я хочу развязать, вовлечь население, я должен был бы обратиться к населению, на нас напали, поднимаясь за страна, а они этого не делают, потому что нету этого энтузиазма. Не на что, то есть он может обратиться так, а в ответ он не получит, мы готовы. То есть ситуация даже не такая, как в Первой мировой войне, то есть народ не готов идти воевать. Радоваться победам, уничтожению украинцев, готовы, но сами идти никуда не готовы. То есть потенциал вот этого как бы заряда военного, он тоже очень ограниченный получается. Да, ну вот просто представим себе, что режим не закрывается, там, в зум-конференции, ну мы же видели, это заседание Совета Безопасности, Путин собрал, то только там пару секунд показали, как он обращается к Шойгу, докладывайте по Крыму, да, а потом все это засекречено, было закрыто. А вот давайте представим с вами, что вместо этого, да, в телевизор появляется бункерный дедушка и говорит, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. И... Перепугаются. Что дальше? Перепугаются. Они не готовы, они не готовы к тому, чтобы идти воевать там. Перепугаются, и поэтому он этого и не делает, потому что это начнет непонятные совершенно последствия в стране, то есть как оно начнет раскачиваться, если вдруг обнаружится, что массовое избегание там военной службы и так далее, то есть дальше насилие, то есть обратная реакция, то есть, ну, получается неуправляемая ситуация. Сам факт, что он уже не воспользовался этим, это говорит о том, что они не верят, ну, как бы, они понимают, что-то не сработает. Так я бы теперь, как бы в этом ключе говорил бы о следующем. Я бы, ну, это я сейчас фантазирую, я не военный, это как бы чисто психологически, да, я бы продолжил бить по Крыму, по военным объектам, потому что каждый удар по Крыму и их отсутствие, их ответа порождает в населении Украины идею о том, идею о том, что как минимум Крым это не Россия, ну, надо, ну, мысленно отказаться, что это как бы, ну, не Россия, поэтому мы не попадаем. Или если это Россия, то мы олухи тогда. Чисто психологически это будет влиять на настроение масс. А много, мы же помним, аннексия и оккупация Крыма началась с такой федеральной, комплексной программы Крым наш. Вот. А вот и вот психологически сейчас, когда там несколько суток люди выезжали Крымским мостом из Крыма, хотя их уверяли, что все нормально, отдыхайте дальше. Ну, веб-камеры мы можем показать на пляжах Крыма, выглядит это пустынно. Там люди... Мы можем на это смотреть, как вот, знаете, как бы частная ситуация здесь и теперь. А я вижу, как бы, куда это дальше развивается. Это потеря веры в един... Как бы, с одной стороны, как минимум, в единство страны. То есть, Крым это не совсем Россия. То есть, это одно решение бессознательное, которое могут принять люди, поэтому там война. Но это уже удар по России, дефрагментация. Либо Крым это Россия, но мы почему-то молчим, а значит, как-то что? Что вот мы какие-то уязвимые. То есть, в любом случае, этот удар по Крыму, если дальше будет продолжаться, они психологически даже более важны. Ну, если бить по аэродромам, даже пустым аэродромом. Психологически важны, потому что население будет воспринимать это как такое, ну, разрушение мифа, разрушение такой, российской души большой. Хорошо. Вот еще один момент. Мы все время следим за развитием ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Это военный терроризм на ядерном объекте. Это впервые из-за истории всего человечества. Нет таких, как бы, алгоритмов, чтобы люди знали, как действовать в этой ситуации. Но сценарий, даже уже теперь есть подтверждение, 3-5 секунд от выхода до взрывов обстреливает с одного берега Днепра, обстреливает и сегодня обстреливали Энергодар. Да, есть две составляющие. Часть этих провокаций делают под видом вооруженной силы Украины, там даже на российский БТРчик флаг украинский поставили, просто забыли посмотреть, что таких на вооружении в Украине нет, надо было ставить на каком-то общем. Но это так, садись, три с минусом. Но обстрелы продолжаются. И люди, люди массово вот сейчас просто из Энергодара, из других близлежащих городов и сел на этой части оккупированной Запорожской области просто вот стоят под солнцем вот в таких очередях выезжают. Да, это страх, это неведение, мы понимаем, что это даже может паника, и это очень обычная человеческая реакция уехать из зоны риска. Но я у вас спрашиваю именно о психологии самих оккупационных властей, они же сами-то на Запорожской атомной электростанции, они сами там в Энергодаре военные, офицеры, спецы. И вот тут психология, что нам говорит, вы как нам, как человек опытный, знающий, что говорит в таких экстремальных ситуациях психология, они вот эти офицеры, что решат взорвать и себя и запорожцев в Энергодаре или все-таки не... Мы это спрашиваем, грозите, а вот вопрос. Это терроризм чистой воды запугивание. Это как бы запугивание, во-первых, то раньше дернется, то есть дернется Украина, ну власть украинская, потом население, поднятие паники, они же заинтересованы в том, чтобы население, граждане Украины начали возмущаться и говорить давайте прекратим войну. Это тоже туда работает. Нам на западную можно будет распутить, что из военных машин с украинским флагом стреляют. То есть это терроризм чистой воды, то есть они запугивают, но сам факт, что сами там находятся, говорит о том, что скорее всего нет такого решения взорвать там. То есть это запугивание и если, скажем так, каким-то образом спровоцировать украинских военных, чтобы они отвечали, как-то попали, ну как бы им будет на руку там. То есть это терроризм, запугивание, да и все. То есть собственно говоря, но они готовы любым инструментом воспользоваться, чтобы запугать. Хорошо, но коэффициент полезного действия хочется просто понять, поскольку это не работало и во Вторую мировую войну. У Путина такая же опция, как у Гитлера. Гитлеровские ребята говорили, давайте бомбить Лондон, все будет гореть, взрываться, да, и начнется паника, и так мы победим Британию. Вот похожая логика была, давайте валить не только по Мариуполе, но и по другим городам в стиле снесем Алеппо и Грозный под ровную землю. И это вызовет панику, настроение пораженческое и давление на политический режим в Киеве, чтобы он прекратил войну капитуляции. Но такого нет. Так почему не работает расчет, почему нет, а не да? Знаете, у меня есть подход мой, обычно когда обсуждают всякие такие события политические, даже бизнесовые, какие-то большие ситуации, анализируя почему, как и что будет дальше. Обычно те, кто анализирует, исходят из того, что люди рациональны. Но например уже Нобелевскую премию выдали за то, что в экономике было открытие за тот факт, что было доказано, что люди принимают иррациональные решения. Так вот люди, которые в политике действуют, они точно так же иррациональны. Особенно все диктаторы и так далее. Там же одержимость. Всегда есть одержимость. Вы говорите об этих примерах, но я могу более масштабно задать пример. Так Путин же видел, чем Гитлер закончил. Он же то же самое практически делает. Но это одержимость. Когда человек одержим идеями господства, власти, мести, у Путина это же месть, в том числе за унижение России, как бы в его понимании западом, то тут рациональные уже не действуют. То есть они внутри ситуации, когда уже ввязались, то дальше уже такое реактивное движение. То есть что можно использовать для того, чтобы повлиять. А вдруг произойдет, а вдруг пойдет, а вдруг произойдет. Потому что если пойти рационально, как вы говорите, то нужно было бы задуматься и получается при всем раскладе, стратегически, то есть это же проигрышная война. Гитлер еще в 45-м году в апреле месяце ждал, пока придет и освободит, разблокирует бункер корпус армия Венка. Это апреле, апреле 45-го года. То есть они должны были бы закончить войну, уже такие жертвы, они шли до конца, все понятно. Ну вот уже невозможно отказаться от идеи, то есть ключевой своей, сдаться не могут. Да, вот тоже как психолог нам объясните, конъюнктивный диссонанс выходит очень сжатые сроки, здесь эффект беспамятства не сработает. Вот смотрите, сначала Путин пишет на кремлевском своем сайте псевдоисторию Украины, ну статью помните, да, один народ и все остальное, и тут вдруг одержимость и месть одному народу. как бы я имею ввиду, заведем в логику ту, о которой вы говорите, одержимость и месть. Так одержимость и месть должна была быть в этом западу, как вы нам сказали, амстят почему-то украинцам, которые по взглядам Путина один народ. очень просто все объясняется, люди с когнитивным диссонансом на самом деле справляются просто, организуя такое легкое слабоумие или сумасшествие. Они просто в картине мира украинцы предатели. Кого они предали? То их надо уничтожить. А некоторые непредатели, те, кто придут и успокаиваются, мы их оставим. Хорошо. Вот вы нам показали правильные исходы, но это работает только временно. Ну почему временно? Представим ситуацию ужасную они побеждают и вырезают конституционные лагеря, бойня и так далее. Ну Голодомор тоже был, то есть те, кто выжили подстроились. То есть они рассчитывают на такие понятные вещи, что если они побеждают репрессии, вплоть до концлагерей, уничтожения, расстрелов и так далее, остальные перепуганные, а часть те, которые готовы сотрудничать. Его это устраивает полностью, а дальше это объясняется как, что мол, ну это же братья, как же мы с братьями поступаем, но вы нам показали логику режима идти до конца в одержимости, но количество людей, которые все больше и больше понимают, куда это катится и что им лгут, оно возрастает. Просить. Да, да. Так вот, когда перелом? Просто вот последний вопрос, потому что мы уже перебираем время. Перелом когда психологически будет? Это просчитать крайне сложно, то есть ключевым ударом будет военное поражение. Ну, условно говоря, если освобождают Херсон, это уже ничем не скрыть, потому что это город, это единственный захваченный ими областной центр, и это уже явное поражение, и это уже не скрыть. Все остальное можно как-то замазывать, а это явно очень будет. Вот например, если скажем война застывает в таком позиционном положении, то это может долго тянуться. То есть там все зависит от того, как будет ухудшаться ситуация экономическая в России. То есть они, может быть, не выигрывают, но это всегда можно перенести вперед. Но мы сражаемся, победа близка. Надо еще потерпеть. А там дальше люди привыкают, привыкают, то есть не могут рассчитывать на это. Но понятно, что в конце концов, вот пример, который привели, Первая мировая война начиналась с энтузиазма, закончилась через три года. Через три года закончилась катастрофа государства. Понятно. Ну, хорошо, поставим здесь многоточие. Это я люблю делать, потому что это означает, что приглашение к новым встречам на нашем канале «Утро февраля». Олег Хамьяк, политический психолог. Олег, спасибо вам. До встречи. Спасибо. Спасибо.